Ну вот, сегодня, наверное, 12, может быть, 13 мая, я не знаю, честно. Сегодня суббота, 2010 год. Я нахожусь в Бленчард парке. Это Дин Роуд, для тех, кто живет в Орландо. Рядом с колонией Алдрайв. То есть цивилизация отсюда буквально 200 метров в ту сторону, и начинается уже практически центр города. И вот такая вот тишина в этом просто безумной красоте парке. Мы приехали сюда с Зулей. Аман сейчас отсутствует. Она взяла машину и поехала помыть руки в ближайший туалет. Тут, конечно, мы уже не ходим, мы только ездим. Поэтому 100 метров пройти, это уже невозможно. Ну, где машина стоит, серая. Совсем рядом. Когда мы ходим в магазины. Мы приезжаем на большую плазу, где магазины расположены всякие разные. И мы садимся так, выходим возле одного магазина. Потом возвращаемся в машину, садимся, переезжаем поближе к другому магазину и так далее. Пока обойдешь все магазины, поменяешь 5-6 раз, поменяешь место для машины. Поначалу я так удивлялась. Говорит, ты что, ненормальный? Оставим машину, допадим по магазинам. Нет. Ну, теперь мы сами такими стали, конечно. Разбаловались до безобразия. Ну, а с другой стороны, если честно сказать, то очень жарко здесь. Сильно не нагуляешь. Что-то там плавает. Или мне кажется. Вроде там что-то в воде. Короче говоря, мы приехали сюда с Зулей. Сейчас еще утро, 11 часов утра. Мы приехали сюда после гараж-сейлов. Гараж-сейлы, как я говорила, это может делать любой человек. Этот называется гараж-сейл. На самом деле, можно просто возле дома, даже не имея гаража, можно возле дома на лужаечке выложить. Или выставить вещи, которые тебе не нужны. Написать табличку, как проехать гараж-сейлу. То есть, если далеко ехать, таблички со стрелочками, где куда свернуть. И люди приезжают. Это очень популярно здесь. Гараж-сейлы любят очень многие американцы. Если не сказать, что все любят. Потому что можно купить потрясающие вещи. Просто за даром. Джинсы, например, за 25 центов. За 10 центов я сегодня купила громадную кружку Дугласу для чая. Новую, совершенно темно-фиолетового цвета. С этикеткой даже. Ну, в общем, можно купить и вещи, как одежду, и обувь. Ну, обувь, навряд ли, конечно. Хотя есть, но это другой разговор. И мебель купить можно, и телевизоры, и технику, и все, что угодно. Но, опять-таки, это заранее загадать нельзя. Ну, просто ездишь вот так. Тут увидишь, что ты думаешь, да, вроде мне это надо, вроде мне это надо. Да, я гамал купила, великолепный, красивый гамал за 2 доллара. Ну, это так. Я к примеру просто рассказать о том, что для сравнения, что здесь, в принципе, конечно, такое изобилие вещей, такое изобилие всего, что просто безумное изобилие. И магазинов, ну, и статистика сама говорит за себя. В Америке наибольшее количество магазинов, ну, я бы, шутка, конечно, но, наверное, на каждого человека по магазину здесь приходится. Потому что магазинов просто несметное количество. Как продуктовых, так и промышленных, и каких только. Люди, конечно, народ здесь, конечно, избалован. Избалован очень низкими ценами, потому что постоянно скидки, постоянно акции купи одну, вторую возьми бесплатно. Или купи одну, вторую возьми за 50%. Там, то ли обувь, то ли что угодно. И продукты. Люди, конечно, избалованы. Ну, собственно, мы тоже уже избалованы. Если раньше... Ну, 10 долларов это... За 10 долларов здесь, по большому счёту, на скидках, на сейлах можно одеться с ног до головы. Но это, опять-таки, я немножко интурирую. Монзуля едет. Вижу, я чёрная машина. Руки помыла в туалете, едет обратно. Так что, вот так. Мы пешком здесь не ходим. К счастью или к сожалению... Опять же, я повторяю, что здесь довольно жаркое солнце. Сильно и не погуляешь, в общем-то. Вот я себе сшила такую шапчёночку. Специально для гараж-сейлов. Чтобы ходить, там часто ходишь по солнцепёку. Мы привыкли, что бежишь куда-то в магазин заходишь, там прокладненько. А на гараж-сейлах иногда бывает, пока стоишь, пока что-то выбираешь, пока туда-сюда. На солнце, конечно, стоять не очень. Мне очень интересно. Так что, я из старых джинсов. Сшила вот такую вот шапчёночку. Вот, взглядит, бросается. Руки помыла. Подруженька моя. Мы живем очень рядом. На машине от меня до неё доехать 5 минут, наверное. Но это считается прямо рядом. Как будто на одной лестничной клетке. С этими большими расстояниями здесь. Расстояние между нами, наверное, в 3 мили. Ну, может, в 2 мили. Это как бы, как будто мы живём на одной лестничной клетке. Так, вот это остатки нашего завтрака. А чай ты мне нальёшь? Стакан от оттапа. Ну, ладно. Значит, обойдусь я без чая. Вот такие висюльки на дереве красивые. Как серёжечки, как бусики. Это считается паразитами. Они как бы питаются от дерева. Но красиво безумно. Сейчас. Разрешите. Ещё раз покажу. Вот эту береговую линию. Как я уже говорила, здесь живут настоящие громадные крокодилы. Здесь их называют аллигаторы. Там где-то у меня в видео есть встреча с крокодилом. Мы заходили здесь с большого крокодила, наверное, метра два. Плавал так себе, как у себя дома. Это, собственно, у себя и дома есть. Не могу остановить снимать это чудо. Вот это настоящий рай на земле. Я тоже беру свой велосипед. И вот так по велосипедной дорожке. Вот это одна дорожка для велосипедистов, а другая дорожка чуть выше для автомобилей. Ну, полицейская машина. Это не за нами, Зуль? Полицейские красивые. Не обратила внимания? А скорость ловят? А? А скорость, наверное, ловят? А? Да, его там, может, вообще и нет. Может, он там спит. Он, наверное, не спал всю ночь. Сейчас быстренько спрятался в тенючек. Иди попробуй мой пирог. Вот это все. Что я тебе плохого сделала? За что ж ты меня пирогами кормишь? Давай будем пить с одной чашкой. И хлеба горбушку. И ту пополам. И чай с одной чашки. О, вкусно. А в эту штуку нельзя налить? Вот в эту вот. А, там. У меня есть. А у меня тоже стакан в машине есть. Все, пока.